всем привет это фараон новая эра хочу посвятить этот ролик развитию домиков прям наглядно показать с нуля до максимального уровня как у нас развиваются домики и сразу тоже в начале хорошее объявление хорошие новости появились наконец-то моды точнее сейчас его объединили в один мод он называется сейчас боюсь аврать по-моему goodlife или как-то так вы можете его найти на сайте nexus mods ну или на каком-то другом он очень легко ставится просто скинули папку с игрой на f1 он вызывается он улучшает игру то что прям не хватало изначально то что разработчики должны были сделать это быстрее скорость прокрутки карты это правда важная вещь зум естественно теперь можно сделать поинтереснее повыше весь город свой охватывает так скажем или для скриншотов каких-нибудь и скорость максимально то есть не пятерка а теперь можно поставить какую-то свою я считаю десятка в самый раз и очень важно что теперь можно удалять точнее убирать уведомления можно некоторые но я вообще все убрал тут осторожнее потому что если что-то будет происходить в городе вы даже этого не узнаете ну я убрал все так даже на рассложнее играю на максимальном уровне тут у нас теперь максимальный hard классики very hard был естественно с классической системы найма рабочей силы симуляция их жизни то есть это демографическая яма то есть через какое-то время не будет хватает рабочих они когда состарится так ну давайте начнем сразу с места в карьер я хочу на этой улице вырасти домики максимального уровня сразу ставлю естественно чтобы не забыть пожарника и архитектора давайте паузу и будем заселяться так раз-два-три раз-два-три здесь у меня будет домики первое и на одной стороне двойные другой одинарный ну для так скажем как они отображаются графически для двойных мне нужно будет сразу не забыть дорогу чтобы у нас делянки не пропали с 3 линии игра принудительно как бы игроков заставляет строится только на 1 2 линии но имейте ввиду что вы можете на 3 построиться но только временно дорогу сделайте когда домик объединится дорогу можно удалить соответственно он будет иметь доступ к дороге через одну клетку он же двойной собственно он теперь будет не на 2 3 он как бы сразу будет уже объединенной поэтому доступ будет дороги так я так как не зря строю на 2 3 чтобы первое у меня оставалось под святилище очень удобно еще сразу когда вот так намечу себе где миг будет мои домики максимального уровня не достигают 4 на 4 клетки поэтому я сразу себе обозначу не легче было строить все здания так и вот так да и теперь можно поставить здесь нет чтобы двойной надо сразу 4 делянки протянуть так вот так вот так вроде не ошибаюсь временная дорога все приглашаем жителей как раз воспользуемся десяточкой скоростью что поскорее все это произошло народ вот народ вот тут надо сказать да плюс прямо конкретный такой отдельный плюс новой эре то что домики теперь однозначно объединяются из построили четыре делянки они теперь объединятся в классическом я каждый раз боролся с этим потому что там рендом абсолютно то кто-то объединиться кто-то нет кто-то будет просто 4 одинарных стоять но тут теперь да вот что-то да в новой эре правда реально что-то улучшено а что-то почему-то ухудшено ну и понятно первое требование к воде даже вот тут пишут к хоть какой нибудь до примитивной воде давайте построим тогда им прям вот что они требуют то я буду строить троим колодца и наши домики из таких совсем уж страшных лачуг станут лачугами менее страшными следующее что они хотят этой еду статью из момента же очень классно но вырез сделано теперь более так наглядно по категориям еда продукция товара точнее да и и лакшери предметы роскоши так строим база я его построю вот тут поближе к своим амбаром да я буду строить эти здания прямо между домиками то есть даже между знатью будут стоять эти дома которые ухудшают желательность но благодаря вот этой первой линии большому количеству светилища это все дело компенсируем так складу ничего не покупать только еду да ну точнее горох крутим время ждем когда принесут еда пошла хорошо домики стали все такие же страшные как и были еда есть и теперь они хотят доступ к религии хоть какой нибудь поэтому строим один храм ждем пока пробежит жрец мимо домиков домики все еще страшные они теперь говорят что хотят хотя бы точнее воду но уже воду повкуснее почище поэтому ставим водокачку и не как это разносчик воды разносчик чумы какой-то прямо не воды звучит давайте вот здесь пускай будет разносчика как принципе честно говоря каждый раз спотыкаюсь как по-русски назвать правильно это здание не колотит же а блин разносчик воды ладно он носит ее значит будет разносчиком воды по поводу фильтров если честно тут какой-то глюк возникает вот эта улочка на видите обозначить обозначена нужным цветом здесь нет не понимаю что за глюк может из-за того что стоят колодцы игре помешаны не понимаю честно ты искренне другие все фильтра работают а вот фильтр с водой почему-то не хочет работать ну возможно глюк да в этой игре что такое случается и теперь меня даже сложно это понять это это глюк или эта особенность новой эры надо экспериментировать видимо на разных картах что ли не понимаю ладно воду они получили теперь они хотят развлечения тут не вопрос можете сразу построить консерваторию певцов до школа но странного не потом потребует жонглеров так что ставим жонглеров ская на все будет так развиваться полномерно да точно я брал колодцы почему-то заработал фильтр с водой видимо игра не понимает что я делать есть и такой доступ к воде грязный чистый пускай будет на ее совести конечно цвета выбраны но ничего не скажешь какие-то для игры скорее fallout они подходят на чем для фараона чем для древнего египта но хорошо прошло у нас развлечение и что нам люди говорят не 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 говорят все равно хотим развлечение ну хотите то хотите ставим как бы сразу вторую уровню развлечения раз они хотят у нас sky будет томики визуально не меняются после певцов говорит теперь нам говорят жители что хотят они глиняную посуду не вопрос просим снабжинку принести на наши базары глиняную посуду так приехала посуда и пошла по домам следующие требования пока мы не увидим потому что они говорят счета грязного круг какая-то земля трава этим красоту наводим красоту сразу поставлю большими памятники так вот за побольше чтоб к этому не возвращаться так раз раз два три 4 так как домики будет 4 на 4 то я подальше ставлю памятники как-нибудь так что они хотят они хотят или доктора или морг довольно конечно интересно это звучит или доктор или морг что мы построим доктор или морг можно морг построить и принципе они будут довольны им опять же мы все-таки будем так более классически развиваться построим доктора хотя конечно интересных требований или доктор или морг но пускай доктор у меня будет пускай вот здесь он будет напротив водички не хочу даже фильтр включать доктор потому что ну совершенно настолько неестественные цвета не хочу видеть даже это может быть опять же найдется добрый человек сделает красивый мод на это дело теперь они хотят горшки а чтобы им горшки у них горшки у нас есть теперь есть куда наливать пиво поэтому они просят пиво уже не вопрос и вы так пиво древние египетского пива почему бы нет через какой она была на вкус шло пиво мне очень нравится вот эти беленькие домики когда появляются издает у вас такие страшненькие глинобитные какие-то а тут бабах после пиво домики становятся очень красивые беленькие и тут теперь будет у нас расхождение с классическим фараоном потому что сейчас они так же как и в классике просят суд суда и справедливости тоже что-то домик просто не становится беленький все стал беленьким так вот они когда беленькие домики даже можно не глядеть это уже на автомате лично у меня это здание суда но сейчас почему-то вот эти одинарные станут два на два после суда в классике все-таки это было после школы письма я всегда считал что это разумно вообще то что суд настолько сильно не должен развивать домики а доступ к школе письма но относительно качественное такое развитие скачок развития а сейчас суд делается два на два поэтому такой момент надо мне сейчас тоже сразу предвосхитить их развитие расширения я сейчас этот домик не ограничен ограничен этот ограничен этот нет я поэтому сюда поставили маленький памятник чтобы он развивался мне в нужном направлении а и здесь тоже кстати кстати кто не знал удерживая control левое нажатие на здание левой клавишей копирует сразу эту постройку очень удобно надо признаться сделано мне нужно здесь построить вот такую кису чтобы дом у меня развивался сюда вниз все все а вот это да у нас так тоже надо будет ограничить ну что ставим здание суда выгоди терялся у нас здесь можно подальше здание суда как и полицейский судья ходит далеко и вот теперь домики ведь одинарный стали два на два повторюсь в классике это был все таки следующий уровень чтобы они стали 2 на 2 здесь теперь чуть пораньше ну хорошо это можно удалить чтоб не это не мешало так давайте сразу статьи лазу им сделаю чтобы потом не было слишком много от них претензий ко мне что грязно у них видите ли так следующие нас ну это понятно школа письма может библиотеку сразу но нет мы строим школу письма давайте пускай у меня вот здесь чем когда со склада привезут папирус кстати интересно хочу все поэкспериментировать из ближайшего склада ли повезут папирус что есть у нас есть один рядышком склад а другой где-то на другом конце города как играет и делает или это будет рэндом да случайно какие-то вот поехал со склада папирус как-нибудь может быть если уж разбираться фараоне досконально то надо бы этот вопрос тоже показать и рассмотреть самому не удивлюсь если из какого-нибудь самого дальнего склада поедет папирус не удивлюсь этому игра частенько так издевается измывается я бы сказала но это все специально чтобы нам было сложнее и интереснее как нарочно сейчас будет ходить каждый раз вот они тоже пошел в другую сторону хорошо кстати вот вы по цветам понимаете где учитель был недавно где давно из этой школы письма это понимаю что все таки это разные оттенки хотя хотя спорный момент очень тяжело понять и номер раз теперь эти фильтра так после школы письма они опять жалуются то что им видите ли скучно что ж не сюда вот сюда мы ставим полутанца здесь вы знаете да что не обязательно чтобы на этой же улице была площадка выступления она может быть вообще совершенно в другом конце вашего города самый дальний углу карты главное чтобы служащие из этого здания прошли вдоль ваших домиков а куда они там пойдут где они будут выступать будут ли они вообще выступать не имеет значения главное чтобы они прошли мимо как говорится будете проходить мимо проходите мимо так следующее требование дантист ставим и дантиста вот здесь у меня пускай не да я сразу поставлю аптеку хотя может сейчас и без нее но что показать что очень моя схема от этой улице знать она предполагает что все были здания поэтому пускай будет дантист не вопрос так что там на станции спрошел нет еще не прошел да теперь он нет не дошел не давным что и все домики обойдем замечательно следующие требования на второй вид пищи давайте дадим вторую пищу это будет зерно ждем когда снабженка сбегает за зерном приносит они по 700 как по-моему в классике 1 2 3 4 5 6 есть у нее помощников и она несет одну партию так что 700 так что там у нас все домики получили зерно да замечательно следующие требования они хотят они хотят они хотят они хотят они хотят полотно давайте попросим полотно принести как стоять ждем полотно поехало полотно и пошло по домам красивый домики тоже мне нравится теперь они хотят второй храм чтобы у них работал на улице ставим второй храм кстати 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 можно стать уже поставить нам и коллектора то есть сборщика налогов пускай у нас вы здесь стоять так сейчас я эти сразу сокращу налоги вдруг они там чем-то будет недовольны они всегда чем-то не ну а у меня вообще выключена не и напускает пятерочку она кстати следующий ролик я хочу сделать то же самое только уже классическом фараоне так и вот теперь мы дошли до уровня знать и точнее следующий уровень будет уровень знать и они получили еду учили товара и теперь они хотят лакшери в частности не просит мегавильдерные изделия но это прямо что там сейчас три вида у нас отдельно с сделали в новой эре наконец-то разнесли в классике это все объединено в один здесь они сделали теперь отдельно три вида ну пускай будет все тоже поэтапно мы попросим принести лакшери и вот интересный момент давайте запомним сколько сейчас у меня безработица 28 процентов прикол в том что я почему-то опять же может это глюк а может особенность новой эры почему-то на безуровне рабочей силы это вообще теперь не сказывается в общем удивительное дело прошу принести лакшери раньше как вы улицу какую-то переводите знать и это сразу вас вам бьет под доступу по количеству рабочей силы как правило у меня сразу выскакивал плашечка что не хватает рабочих потому что можно увлечься и очень много домов перевести знать и у вас конечно это очень большая просадка была по доступу к рабочей силе 28 29 народ сюда прибывает да понятно безработица растет но сейчас до приэт лакшери вот она едет уже не пишу что они несут раньше тоже можно было этот момент отследить что они несут вот смотрите переводится дома знать а уровень безработица остается таким же не буду сейчас утверждать что это такая особенность новой эры может правда глюк ну что я мягко говоря удивлен еще раз повторюсь на стройках я не увидел какие-то вещи которые за это отвечали у меня все именно классическая идет наима рабочей силы возраст учитывается может быть есть какой-то параметру но я его не вижу если что подскажите мне в комментариях может что-то я тут и не доглядел ну ладно и что они теперь хотят они теперь хотят именно морг доктор видимо не помог эти построим здание морга ну пускай тоже будет здесь то же самое надо дождаться когда мы сейчас привезут кликнул когда мы привезут полотно поэтому тоже помню что если довольно много у вас моргов то лучше бы ни один склад кстати раньше классики по моему 3 тележки ехала сейчас одна тележка едет ну ладно окей они и ослика почему-то убрали у каравана может быть хотели нагрузку требования к компьютерам снизить чтобы поменьше было гуляющих всяких челиков на экране так ну морг дойди до последних домиков пожалуйста да вот сюда шел так что тут у нас у нас тут библиотека хотят люди читать книжки тоже не вопрос давайте построим я сразу сейчас наверное построю рядом еще одно пожарную потому что классическом фараоне во всех случаях библиотеки любили гореть просто на ровном месте даже пожарный не помогал поэтому даже строя не для того чтобы она не сгорела просто быстрее потушили там надо было просто больше времени крутить вот повезли папирус наши библиотеки надо было в классике много времени крутить и тогда библиотека все-таки рано или после сгорит точно ну не знаю может лет двадцать десять должно пройти 15 не знаю чтобы библиотека сгорела видимо это какое-то событие на карте что называется ваш школа письма не иногда горела при том что стояла рядом прям несколько пожарных не нифига страну горит и как шахта которая обрушилась или как глиня яма который там затопило мелочь такая но я не знаю как в новой эре интересно горят библиотеки но если учесть что тут тенденция на упрощение то не удивлюсь что библиотеки уже не горят так что у нас там нет доступа еще не ко всем давайте дождемся но он добежит ведь он два или три раза служащий сначала ходят на короткое расстояние и 3 или 4 раз если не урок то вот наконец-то он куда-то подальше пошел так что у нас там дальше у нас они хотят третьего бога третий храм на язычники чё с них взять ставим третий храм ждем изменения замечательно еще красивше стали домики теперь они хотят опять развлекаться малые до этих трех уровней нужно четвертый уровень развлечения а именно здание сына это но я просто называю пивная потому что она тоже требует чтоб со склада привезли пиво ждем пиво едет пиво точно помнишь три тележки было тут сразу в одной возиться ну хорошо ладно хотя так по мне чем больше тут народу более тем интереснее и привычнее что ли так пошло пиво по домам точнее доступ к развлекательному горному дому так все замечательно хотим что мы хотим и теперь второй вид лакшери вот мало им одного хоть это не второй вид и тут интересно тоже будет расхождение с классическим фараоном тут теперь в новой эре сделали так что теперь три вида лакшери они все отдельно у вас и на складе соответственно можете говорить что принимать в классике вы просто говорите принять предметы роскоши а какой там будет вы уже не могли проконтролировать что-то вы сами производили что-то вам привозили но тут все раздельно так если не ошибаюсь у нас вот этим в этом городе торгуют мебелью эти попросим склад это дело привести мяда там все есть и вот домик стали 4 на 4 и они хотят третий вид еды и все и на этом в общем-то развитие домиков заканчивается давайте им сразу тоже дадим третий вид еды это нас будет рыба рыба сейчас 184 человека живет в одном доме сейчас будет 200 во всех случаях классики 200 я думаю что есть тоже должны быть 200 идем рыбу сейчас довольно будет сложно двум базаром снабдить всю улицу рыбы потому что дома поглощают сразу по очень много продуктов а снабженка носит по 700 а где рыбы то я чё то не понял вот наверное рыба да 5 нет жалко сейчас не посмотреть что не носит так что-то я может накосячил а вот наконец-то рыбу приехала и вот последнее все максимальный уровень развития сейчас тяжело им будет они по 700 носят снабженки а торговки тут же это скидывает ближайший домик поэтому сейчас пока они не наполнят все эти дома которые у них стоят на пути так скажем по налогам в классике вообще можно было драть максимальный уровень налогов даже при в рехарде при максимальном уровне сложности игры можно было 35 процентов ставить из одной такой улице получалось 36 тысяч в год золотых при том что они не будут жаловаться на такой высокий уровень налогов потому что они не завязаны на на безработицу мы не могли со всего города столько налогов снимать очень много потому что люди конечно будут ворчать недовольные а так как это знать да еще максимальный уровень это в классике может смело ставить очень большой уровень налогов такой вообще просто читерство какое-то легальное но вере не знаю надо бы поэкспериментировать тоже как-то сейчас я тут немного с них беру по налогам совсем чуть-чуть не хочу сейчас ролик месяц не об этом давайте дождемся остался один домик да я думаю даже на столько рыбы сейчас у меня город не добывает чтобы столько скинуть дома кстати 1208 домов да тут надо же бы правда много конечно логично развивать такую улицу заранее чтобы уже сразу рыба заранее шла там все виды продуктов товаров дома забивались пораньше так то конечно тяжело потом столько снабдить не дайте с принципе дождемся последний домик чувство много надо рыбы вот все таким образом мы имеем 8 домиков можно сделать больше чуть чуть длиннее улицу можно сделать 10 домов точно здесь может даже больше но снабжением возможно где-то пострадает довольно так такая будет не очень стабильная система 8 домов я считаю это максимально стабильная система и улица не очень длинная как видите у меня получается с одной стороны улицы 6 зданий с другой тоже 6 ну вторую пожарную считаем 6 то есть с концов улиц по 6 зданий внутри тоже 6 получается 1 2 и 4 5 6 и всего у меня получилось 18 зданий чтобы вырастить такую улицу знать и и точно ее хорошо снабжать если у вас в городе все есть папирус полотно пива и так далее то перебоев не должно быть плюс от такого конечно просто красиво выглядит очень много платят налогов да и как-то просто такая ачивка максимальный уровень развития домиков ладно этом все надеюсь что следующий ролик будет тоже самое по классике там будет чуть-чуть вы увидите разницу на так в принципе все должно быть тоже самое она всем пока пока надеюсь на ваши комментарии может быть а что-то может было еще интереснее еще проще сделать подскажите пожалуйста интересно было бы услышать кстати сказать моя может быть первая линия тут и особо и не пригодилась если он ее построил по минимуму в святилище но вот если у вас мало ли ограниченное место то можно меньше гораздо строить этих больших памятников здесь поставить зато побольше святилищ но тут места много поэтому не стал лепить все до новых встреч